К концу года в стране заработает мобильное приложение, которое позволит получать сведения из Фонда соцзащиты о трудовом стаже, квалификации работника, а также об оплате нанимателем обязательных взносов. Можно будет также рассчитать страховой стаж или узнать, сколько его накопилось с 2003-го. В стране участились обращения в службу скорой помощи из-за жары. В зоне риска работающие на улице автомобилисты – люди с хроническими заболеваниями. Испытания беларусов в знойной погоде продлятся как минимум до конца недели. Медики рекомендуют носить головной убор, проводить больше времени в прохладных помещениях, соблюдать питьевой режим. Белавия возобновляет полеты в московский аэропорт Внуково. Прямые рейсы будут выполняться с 15 июля трижды в неделю – по средам, пятницам и воскресеньям. Напомним, для российских направлений сохранена необходимость предъявлять ПЦР-тест. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за жаркой погоды и сильных гроз. Максимально столбик термометра поднимется до плюс 36. Местами ожидаются ливни и шквалистые усиления ветра порывами до 20 метров в секунду. В отдельных районах пройдет град. Бобруйск отмечает 635-летие и день освобождения. К мемориалам, памятникам и обелискам горожане несут цветы. Центральным местом по традиции становится Площадь Победы. Минуты молчания здесь вспоминают тех, кто не вернулся с поля боя. Продолжение следует...